Еще вчера закончили академию, сегодня уже тренируются с танков работать. Вот как видите, залазит, сейчас будет вести огонь. Так называемая стрельба закрытых позиций, то есть непосредственно саму мишень не видно. Это будет за пределами визуальной досягаемости. То есть командир сделал расчеты по карте. Ребята тренируются, то есть это будущие исследователи, которые если надо и в танк залезут, и отработают. Будут защищать мирных граждан. То есть вот ребята прошли курс обучения по вождению, курс обучения по прямой стрельбе, сейчас закрыты позиции. И по большому счету пойдут дальше защищать наше государство. И разница в высоте, и ветер, и местность, позиция танка, то есть как он стоит по горизонту. Это все учитывается при расчетах, и потом задаются уже непосредственно данные для ведения огня. Пять выстрелов, думаю, ну первые один-два максимум перестрелочных, а остальные должны выйти в цель. Вчера уже стреляли по этим позициям, здесь координаты уже известны. Там за мишень взят ориентир географический, то есть там сход посадки, углы, и конкретно по ним отрабатываем. То есть если в поле вправо, в поле влево, мы стремимся попасть сейчас в угол посадки. То есть там наблюдает беспилотник, там произошел разрыв, пересчитали, и пошла поправка опять уже к ребятам, они перенавелись, и начинают работать дальше. То есть выстрел поправился, выстрел поправился. Сейчас это все, как при любом обучении, происходит медленно. На боевых это занимает 3-5 минут. Ребята успевают, как правило, выпустить около 10 снарядов. Хорошие ребята в 10 метров ложат. То есть на расстоянии до 8 километров навесом они могут положить в 10 метров. При стрельбе прямой наводкой, грубо говоря, вот он, силуэт, в этот силуэт ребята попадают до 4 километров по штатному. То есть это иногда проблематично, поэтому приходится тренировать людей. Как в фильме «В бой идут одни старики, взлет, посадка и поехали». Грубо говоря, за месяц мы ребят научили работать на машинах. Это курсы вождения, прямая стрельба, и вот сейчас стрельба навесом, это у них будет завершающей. Ну вот я первый, к стрельбе готова. Залп. Ой, красиво. Есть, стык заряжать. У нас получали боевые ребята, которые уже не раз были в бою. То есть они показывали на примере, не по книжке, как это надо. А по жизни, как это есть. То есть сразу со всеми недочетами, которые возможны в бою. То есть книги одно, а по факту много несоответствий. Хорошая оценка это попадание. Есть параметр скорости. То есть человек может стрелять 5 минут 3 снаряда. У меня ребята уже пускают за 7 секунд интервал между выстрелами. То есть вот 21 секунда, они отправляют 3 арт-выстрела четко в цех. Это вот за 2 недели, по большому счету, обучение на полигоне. Сначала у них было там и по 2 минуты между ними. Ребята уже все научились, они уже понимают. И это является для наводчика показателем. У механика это машина исправная, это доставить экипаж, привезти экипаж обратно. У командира это управление машиной, это связь с другими танками, это связь с командованием, это совместная работа с пехотой. То есть здесь нельзя оценивать как-то их отдельно. В общем и целом экипаж работает хорошо, когда он выполняет поставленную задачу. Вот, как надо, поставили, выполнил быстренько и вернулся без потерь. Учился на следователя, окончил. Юрист. При любви к своим родственникам, бабушке, дедушке огромной, матери, отцу люблю, уважаю, снюю. Победа будет за нами, скоро все это закончится, надеюсь. Вернемся домой, по своим рабочим местам. Редактор субтитров А.Семкин